25 марта в городе Кемерове в торговом центре Зимней Вишни произошел пожар внешней жизни 64 человек, 41 из которых дети. С момента возгорания новостные порталы и социальные сети выдавали огромное количество информации. Часть из них основывалась на официальных данных спецслужб, а часть на основании слухов и домыслов. Звинченные и растерянные от противоречивой информации люди начинали верить всему, теряя способность здравомыслить. Задача журналиста какая? Во-первых, самое главное, надень сначала маску на себя, потом на ребенка. Беречь себя от эмоционального выгорания, если приходится с этим сталкиваться, работать по таким темам. Кто-то, может быть, как-то более-менее держался, обычные, не журналисты, а обычные люди, читатели, а почитав, допустим, репортаж, почитав статью, посмотрев репортаж какой-то, они могут заразиться эмоционально, включиться в это, включиться могут их травмы и панические какие-то моменты тоже начаться. У всех разная психика, у всех разное состояние, это как некая провокация может быть, поэтому вообще журналистам трудно на самом деле очень. Надо и вроде бы и осветить, и рассказать, и не допустить вот этой волны в обществе панической и включения патологических сценариев, патологических проявлений у людей. Трагедия в Кемерове вызвала небывалый отклик в сердцах людей. Буквально за несколько дней россияне и граждане других стран смогли собрать около 200 миллионов рублей для пострадавших и их семей. Волна публикаций в соцсетях со словами поддержки и сочувствия между тем вызвала неоднозначную реакцию. Кого-то обвиняли в скорби на показ, а тех, кто решил оставить эмоции при себе в черствости и бесчувственности. Когда наступают трагедии такого масштаба, тут на первый план выходит честность. Зачем я делаю что-либо в связи с такими событиями? Зачем? Для чего? Что я реально могу сделать? Я могу деньги перечислить, одежду передать. Ну что я могу сделать? Какую-то реальную помощь. Конечно, если им нужно. Может, им уже и не нужно. И тут общественное мнение у нас очень странное. То есть если мы как-то что-то не высказали, не написали, это значит, ты черствый человек. И мы все боимся, вдруг меня черствым посчитают. А что важнее? Что люди подумают, да, или честность? И даже спустя две недели после трагедии большинство жителей страны все еще находятся в состоянии повышенной тревожности. Не могут спокойно посещать общественные места и не отпускают детей на разные мероприятия. Откуда вот это состояние тревоги возникает? Когда напряжение внутреннее растет, возбуждение нервной системы растет, оно ни в каких действиях не проявляется. Что нужно сделать? Нужно дать возможность себе совершить какие-то действия. Пусть они будут глупыми казаться со стороны кого-то, да, пойти там, ну, открыть эти двери, да, работают они, открываются или нет, да. Ну, какие-то предпринять действия, что-то для подстраховки, да, продумать, как это может быть, да, как можно выходить, через за что. Есть ли какие-то эвакуационные выходы, да, там, лестницы и прочее. То есть все это, информацию получить, узнать, поговорить, спросить. Такие трагедии всегда вызывают в людях чувство беспомощности. Пропуская ситуацию через себя, многие представляли подобные события в своих городах, что приводило к бурной реакции по отношению к властям. Едва ли не каждый хотел только одного – найти и покарать всех причастных к произошедшему. За гневом, за злостью всегда стоит боль. Вот когда боль невыносима у людей, они начинают злиться очень сильно, гневаться, ярость испытывать. И это, ну, некая иллюзия того, что я владею ситуацией, я контролирую ситуацию. Если я вот что-то такое вот сделаю, да, или подниму там восстание против губернатора, против там мэра и так далее, то вроде бы как, ой, какой-то контроль. Потому что человеку очень сложно, ну, быть в ситуации неопределенности, когда невозможно контролировать. Это сложно. Но на самом деле это иллюзия. И эти игры в жертвы агрессора, они могут продолжаться бесконечно. Это не выход, это не решение. И для психики это не выход, не решение, и для ситуации это не выход, не решение. Ну, это попытка как-то вот справиться со своей болью. После 25 марта СМИ пестрели заголовками о возможных причинах пожара и виновниках трагедии. А вот информации о тех, кто жертвой собой помог спасти десятки человеческих жизней, было очень мало. Или не было совсем. На самом деле, я уже потом встречала тоже такие посты, можно было бы сосредоточиться на том, какой героизм проявили люди. Простые люди. Вот девушка-аниматор я читала, да. Там еще какие-то работники, да, которые выводили детей, других людей выводили из горящего здания. Вот на этом бы сосредоточиться. Не раздувать там, что кто-то убежал, кто-то там как-то странно себя повел, да, там кто-то не выполнил свои обязанности и так далее, да. А вот именно подчеркивать, что у нас в России, в частности в Кемерово, есть люди, ну как, на которых можно равняться, да, которые в экстренной ситуации, внезапной, не побежали спасать себя, да, а стали спасать чужих людей совершенно, там, да, детей чужих, да, рискуя своей жизнью в том числе. Вот это, вот это правильный подход. И честь им и хвала, и гордиться ими, и везде про них эти фамилии, везде писать, чтобы знали их все. Остается надеяться, что эта трагедия не будет забытой и станет толчком для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова